Всем привет, ребят! Ну что ж, добро пожаловать на новый сезон F1 2018, в котором мы будем выступать уже за Williams. Нашим напарником будет Сергей Сироткин. Ну что ж, в этом сезоне у нас будут следующие цели, это опять же стать чемпионом мира и также заработать кубок конструкторов. То есть, это мы точно не сделаем за один сезон, не за два, может быть даже не за три, скорее всего за четыре-пять, причем максимум за пять. То есть, надо будет сейчас сначала ездить в конце пилотона, потихоньку развивать свой болид, стремясь к топовым командам, потому что вначале мы реально будем в конце их где-то ездить и может быть там, ну, где-то ближе к концу второй десятки. Ну, 12-13 места, где-то так максимум может быть куда мы будем заезжать. Ну и переходим к практикам, где было в принципе все хорошо, кроме коллекционного темпа, то есть, спокойная экономия резины, экономия топлива, ЕРС. Менеджмент был пройден спокойно, без каких-либо проблем. Причем с резиной я даже забыл, что это у нас Австралия, где в последнем повороте почему-то она начинает дико экономиться, хотя вроде бы ты там ничего такого сверхъестественного не делаешь с ней. Ну вот, почему-то экономишься, хотя с первого дня уже прошел месяц, могли бы и пофиксить, может быть. Ну ладно, может быть это так и задумано. Ну, по поводу квалификации все было плохо в плане коллекционного темпа программы, то есть, я его пытался сделать, но что-то пошло не так, я не мог никак нормально проехать, плюс меня в предпоследнем повороте развернуло банально. Я решил плюнуть, потому что, ну, по сути мне это ничего не даст, эти 20 тысяч очков всего я мог заработать из последней программы, что я, в принципе, и сделаю. Ну и поэтому, ладно, хрен с ним, пусть что будет в квалификации, плюс коллекционный темп не всегда показывает тот результат, на который ты реально в квалификации приедешь. Собственно, квалификация первая, я не стану показывать полностью круг, потому что, ну, смысл в этом не особо есть какой-либо, все равно мы вот летаем в первом сегменте с 18-й позицией. Плюс я думал поехать на второй круг, но во время самой игры в Австралии у меня были микрофризы, из-за этого я вот сейчас отпустил руль после первого круга квалификации, и у меня, по сути, с фризом, у меня машина улетела в отбойник. Да, поэтому я оставался переднее антикрыло, и я даже не решил ехать на вторую попытку, потому что смысла даже нет. Ну и переходим к стартовой решетке, кто у нас где находится. На первом месте у нас Себастьян Феттель, на втором у нас Льюис Хэмилтон, на третьем у нас Вальтери Боттус, четвертый у нас Даниил Риккиардо, пятый у нас Киммер Айконин, шестой Макс Ферстаппен, седьмой Серкил Перес, восьмой Эстебанакон, девятый Роман Граждан и десятый Кевин Магнусон. Так у нас выглядит топ-десятка, собственно, начало сезона, никто штраф, слава богу, не берет. Хотя, постойте-ка, может быть, и кто-то берет все-таки? Я на втором месте, мой на парке на девятнадцатом, и брендер Хартли замыкает стартовую решетку и унес штраф. Ну, не знаю, может быть, это не из элементов, может быть, он где-то заработал этот штраф, ну, пока не могу сказать, не особо наблюдал за всеми практиками. Тактика нагонка у нас простая, суперсофт-софт, потому что, ну, смысл нам ехать на два пита, если у нас нет темпа, так хоть как-то надо вот попытаться вырваться. Ну и загораются красные огни. Старт был дан, я сразу же неплохо стартую с места, пытаюсь как-то навязать борьбу или клерку, но, к сожалению, ловлю потом пробуксовку, из-за этого я чуть откатываюсь и пытаюсь сразу же выйти в, как можно в правую часть прямой, чтобы вот в повороте быть, наоборот, внутри. В повороте случился небольшой инцидент, то, что, по сути, Сайенс вытолкал Алонса в тот момент, когда я проходил их. Хотя, при этом, я оставлял достаточно места Сайенсу, чтобы он не выталкивал его, и мы спокойно даже прошли бы. Собственно, вот, Сайенс просто на прямых почти колесах поворачивал поворот, из-за этого он вытолкал Алонса. Ну и, собственно, с камеры Алонса, как это выглядело, вот, поворачивает, Сайенс просто на прямых колесах ездит в поворот, вот, причем, прям на поребрик заехал, не знаю, с чем это связано, почему он решил такого вытолкать. Места было достаточно. Пытаюсь угнаться за группой спереди, но у меня Вильямс, единственное, что у нас хорошо, это ДВС, потому что у нас мотор от Мерседеса стоит. Это единственное, что, в принципе, в этом болиде можно, по крайней мере, не трогать целый сезон, потому что с движком у нас будет, в принципе, все окей, поэтому можно заняться двумя другими отделами, это у нас динамикой шасси. Также вот на третьем кругу мой напарник Сергей Сироткин пытался пройти у нас в Андорна, но у него не получилось, он заблокировал колесо и по итогу откатился куда-то вообще назад. Также вот борьба за шестое место между Чака Пересом и Максом Ферстапеном, причем Ферстапен тут пытался Переса отправить в отбойник, но повезло, Перес ничего себе даже не сломал и по итогу должен контратаковать его в начале третьего сектора. И спокойно уже на прямой проходит его, плюс Ферстапен ошибается, за счет этого его проходит тут же окон и начинает уже прессовать даже следующий хас. Но у хаса, к сожалению, не получилось пройти Ферстапена, и поэтому у них там, наверное, борьба как-то допродолжилась. На четвертом круге меня уже догнали болиды, которые были позади меня группой, и плюс я продолжал совершать подобные ошибки. Не знаю, болид себя вел нормально в практике на тех настройках, в которых я еду, но вот в гонке как-то, скорее всего, полный баг почти, ну, сказывается. Собственно, Сайенс пытался на первый раз атаковать, не получилось у него. Я более-менее пытаюсь как-то отъехать от этой группы, думаю, что, может быть, Сайенсом кто-то там займется, позади него едет вроде Леклер. Но я совершаю ошибку, выхожу слишком широко, Сайенс этим пользуется, и по внешнему радиусу у меня проходит. Плюс я вот так вот еще ошибаюсь, после этого поворот меня заносит, и по итогу Сайенс сразу же уезжает далеко и надолго. На пятом кругу у нас ходит Маркус Эриксон по проблеме с ДВС. Да, начало сезона, опять проблема с ДВС. Ну, окей, всякое бывает. По итогу у нас была виртуальная машина безопасности, которая кончилась на шестом круге, и рестарт я снова провалил, потому что я был далековато от Сайенс, и плюс по дельте у меня было, ну, чересчур много времени. То есть я мог чуть быстрее проехать. Также вот такая ситуация случилась. В окон случился прокол. Он решил сместиться влево, не знаю зачем, потому что там идет, по сути, гоночная траектория после этого поворота. Но, окей, я-то увернулся, но Вандорн, к сожалению, не увернулся, и поэтому он врезался в Сайенс и сломался правую переднюю подвеску, из-за чего выбываются гонки. Но, из-за того, что он, кстати, так еще заехал в карман безопасности, то у нас не было никакой даже машины безопасности. Потом, собственно, лекарь меня уже догнал, начинает меня атаковать. На седьмом круге у него почти это получилось, но он блокирует колесо в первом повороте, и я спокойно прохожу, перекрещиваю траекторию. Также вот небольшой тут инцидент был с Аконом, опять же, то, что он с проколом заезжает медленно, еле-еле в пистоп, и из-за этого Хилькенберг в него просто упёрся, потерял на этом времени. На восьмом кругу у меня все-таки Леклер с Хэмилтоном уже прошли. Да, Хэмилтон нас догнал после своего первого пита, но и я пытаюсь сразу же за ними угнаться. Вдруг, там, опять же, Хэмилтон навязывает борьбу Леклеру, и за счет этого я спокойно смогу остаться за Леклером. Собственно, Хэмилтон начинает его проходить, из-за этого Леклер тут, наоборот, еще больше притормаживает, я тоже как-то хожу не очень хорошо с поворота, но по итогу я очень хорошо выхожу. Мне также еще Гасли дает, нет, Хартли дает пень для такого ускорительного, и мы тут же в какой-то там, в конце прямой начинаем проходить Леклера. Мне это удается по внутреннему радиусу поворота. К сожалению, у Хартли не повезло, его просто вытолкал Леклер, опять же, я оставлял место, но я не знаю, там, спокойно могли они вдвоем пройти, и придется, Хартли был бы, ну, на поребрике, самым максимумом. Окей, на 10-м кругу Леклер меня все-таки проходит с помощью ДРСа, тут ДРС у нас 3 зоны, но 2 из них активятся только по одному месту детекции. И, собственно, поэтому у Леклера был второй ДРС тоже, но за счет слепстрима я его все-таки смог спокойно пройти. В какое-то время у нас прошел уже и Райканин вместе с Леклером, но вот тут, к сожалению, 11-й круг стал последним кругом нашей борьбы с Леклером. Я плохо выхожу из поворота, плюс немножко врезаюсь в Леклера, и, к сожалению, там меня немножко разворачивает. Да, конечно, я пытаюсь напрямую его догнать, опередить по внутреннему радиусу, у меня это, конечно же, получается, но ненадолго. Опять же, я, совершая ошибку, опять рано жму на газ, меня тут же начинает нести, и Леклер, собственно, у меня проходит вперед у меня, и, соответственно, в последних поворотах у меня какая-то уже была проблема, он больше, скорее всего, связанная с износом, я просто очень медленно начинал ехать в тех поворотах. Да, у меня был ДРС, но это не сильно мне помогло, Леклер уже оторвался на какое-то хорошее расстояние от меня, и, собственно, никакого слепстрима я от него не получал. Также вот после выезда из пидстопа я замечаю следующую картину, то, что Гасли у нас стоит просто, ну, посреди трассы развернутым. Этому поспособствовал у нас Даниэль Рикьярдо, который вот так поддел неудачно. И тут же, кстати, интересный момент. Когда меня окон проходил за несколько кругов, мне инженер говорил то, что до ближайшей до меня машины позади, это было 7 секунд до Алонса. Но я увидел позади себя Форс Индио, я такой, в смысле 7 секунд, если он уже в двух примерно секундах, если не в полторы. По итогу я отказался окон, который на круг от всех уже отстал из своего прокола после рестарта гонки. Ну и, соответственно, он меня спокойно обогнал и поехал себе дальше. На 21 кругу меня догнал Алонс, потому что у меня опять же начал падать темп из-за износа. То есть у машины, ну, я понял то, что у болида проблемы с износом будут, и то, что надо, по сути, его будет тоже качать в ближайшее время, потому что иначе, ну, будем много терять в темпе из-за такого большого износа. На 21 круге я возвращаю себе позицию, то есть до этого были тоже попытки, которые не увенчались успехом, но все же я смог его опередить. Также Алонс предпринял атаку на последнем кругу в первом повороте, но я его как можно дальше пытался вытеснить ближе к Апексу повороту, чтобы у него была хуже траектория входа. Также это небольшая история о том, почему Феттель не выиграл этот этап в Австралии. Потому что, не знаю, либо Гасли, либо Хартли очень хорошо с ним боролись. То есть Торороса, непрокаченная, то есть это начало только сезона, на равных почти борется с Феррари. Да, напрямых у него был ДРС чаще всего, но в поворотах Торороса тоже очень хорошо себя вела. Конечно, Торороса пропускала иногда, потому что он все-таки круговой, собственно, вот момент. Но она не сдавалась, сразу же пыталась тут же наверстать и атаковать. Из-за этого уже начал пробежаться Льюис Хэмилтон сзади, собственно, его видно. Тут Льюису даже повезло обойти вместе с Феттелем Торороса. Все, чего он не попал в такую ситуацию, как Феттель. И за счет этого он спокойно устал и ехал у него на хвосте. Ну и напрямую за счет слепстрима ДРСа Льюис уже предпринимает атаку и спокойно по внешнему радиусу проходит у нас Себастьяна Феттеля и Феттель теряет, по сути, первую позицию. Скорее всего, Феттель шел на тактике в один пит, а Льюис уже как раз на тактике двух питов. Конечно, неудачная гонка для Себастьяна Феттеля, потому что он, по сути, потерял еще одну позицию. Уже его напарник Кемеракенова прошел, опять же, в начале третьего сектора. И опять же из-за того, что Торороса его начала замедлять. Вот, собственно, борьба заканчивается. Торороса тут же пытается тоже атаковать Феттеля напрямую. То есть он ищет вот куда бы тут можно было пролезть по внутреннему, по внешнему радиусу поворота. И по внутреннему он пытался пройти, но, опять же, синий флаг, из-за этого Торороса притормозила. И Феттель, собственно, закончил гонку хотя бы на третьей позиции. Не пропустил Торороса вперед. Последний круг, опять же, начало третьего сектора. Я совершаю ошибку при выходе из поворота, я выезжаю слишком широко. И, по сути, меня тут же Алосса догонять, плюс у него был ДРС. Я пытался всеми силами оборонить свою позицию тринадцатую, хоть как-то. Потому что, да, это не очковая зона, но все равно, чем выше мы приедем, тем лучше же для нас. Потому что все-таки мы получим больше очков, ресурсов точнее, за то, что мы там поделились на пять позиций. Потому что, если поднимаешься на пять позиций, то тебе дают максимум ресурсов за то, что ты там приехал на более высокую позицию по отношению к своей стартовой. Собственно, тринадцатая позиция у нас, в принципе, окей, более-менее неплохо так стартанули. То есть, не последняя хотя бы, как я думал, то, что мы приедем там вообще семнадцатыми, шестнадцатыми. Но тут, в принципе, не надо рассчитывать на какие-то высокие места, потому что, ну, у нас Williams. У нас все очень плохо с шасси и алидинамикой. У нас есть только движок, но и то, честно, по ощущениям, не особо он хорошо едет. То есть, в принципе, у меня были в практике ощущения, то, что болид, в принципе, едет и неплохо он едет. То есть, ну, что-то можно в нем делать, но потом смотришь на время, думаешь, что за фигня. Ну, вроде же нормально еду, ну, а по итогу нифига, по времени проигрываем почти всем, кому только можно. Только вот Сироткину не проигрываем, наверное. Ну и, собственно, на первом месте у нас Льюис Хэмилтон, на втором у нас Кимми Райкин, на третьем у нас Себастьян Феттель. Неплохой старт для Мерседеса. Да, конечно, Хэмилтону повезло дико с Торо Россо, которая мешала Себу ехать в том темпе, в котором он ехал обычно. Потому что все-таки разрыв между Льюисом и Себом, наверное, тот момент был от 10 до 15 секунд точно. А из-за борьбы с Торо Россо, которая все время ему мешала пройти оптимальный поворот или еще как-то там по-разному мешала, то, соответственно, Хэмилтон все это смог верстать. И, собственно, даже Себ отстал от Кимми на 5 секунд. И опять же из-за борьбы этого. Два сошедших у нас это Маркус Эриксон и Стофель Ван Дорн. Собственно, так неплохо начался у нас сезон. Контактов было на трассе просто уйму. То есть, ну, больше всего это были мелкие какие-то контакты. Да, конечно, были большие контакты, вот как Эстебан Акон с Ван Дорном, когда Ван Дорн просто на полном ходу опять же впилился в Акона. Не знаю, вот. Потом такой вот режим просто камикадзе есть. Когда они видят перед собой какой-то болид, который сошел, лимит, прокол и тому подобное. Ну и особенно режим камикадзе заключается у тех болидов, которые вот имеют прокол. Они пытаются все время куда-то уехать, и почему-то уехать именно на траекторию, где едет уже болид. То есть, как Акон. Если бы, я думаю, на секунду я был дальше от него бы, скорее всего, я бы смог закончить гонку как Ван Дорн. Но это не точно. После гонки нас ловит Клэр, задает пару вопросов. Я пытаюсь ответить так, чтобы у нас отдел аэродинамик вырадовался нашим ответом. Потому что, в первую очередь, я буду работать с аэродинамикой. Потому что, ну, это никуда не годится. У нас самая худшая аэродинамика в пелотоне наравне, наверное, ну, с Залбером. Шасси самое худшее. Единственное, у нас, что хорошо, это ДВС, опять же. У нас Мерседес. Но ДВС это такая... Не особо важная запчасть пока у нас будет, так, потому что, ну, Мерседес может, в принципе, весь сезон его не апгрейдить. И, в принципе, мы будем ненять в середине списка. Особенно, если, ну, не особо все будут апгрейдить тоже ДВС. Тут я сделал небольшую ошибку. Я хотел прокачать отдел на то, чтобы снизить у нас вероятность неудачи. Но я опять перепутал и снизил стоимость. Ну, в принципе, окей. Не проблема. Всё равно нам это тоже надо будет качать. Ну, и, кстати, что я заметил. Контроль качества у нас стоит отдел довольно дёшево. По сравнению с 17-й формулой. 17-й формуле наоборот, кстати, как это стоило. Вроде цена на снижение стоимости была дешевле, чем отдел качества. Ну, окей. У нас пока есть только возможность взять один. Одно обновление в отделе. Поэтому берём пока на переднюю часть антикрыла апгрейд. Потом будем брать уже на заднюю часть. после Китая. То, что обновление у нас приедет только через неделю. Ну, и на этом всё. С вами был Warhammer. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до скорой встречи, ребят. Пока-пока. И удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok